Предотвратить беду. С такой целью сотрудники МЧС отправились в очередной рейд по частным домам. Причиной визита послужил пожар, произошедший в выходные на улице Большая Горная в Саратове. Погибли в пожаре два человека. В огне сгорела семилетняя девочка, а ее мать скончалась в больнице через несколько дней. Причины пожара в интересах следствия пока не разглашаются. Все подробности в материале Анастасии Куклевой. Детская кроватка, вещи и игрушки. Все это сейчас стоит перед домом 92 на улице Большая Горная. И напоминает жителям о страшном пожаре, который унес жизнь семилетней девочке. Ее тело пожарной обнаружили в комнате после того, как возгорание было локализовано. Причина пожара в данный момент установлена. В данном случае здесь принимать решение по факту пожара будут следственные органы. Интересно о следственном органе я причину пожара не расскажу, но данный материал сейчас подготовлю для отправки в следственные органы. В момент возгорания в доме находилась вся семья. Бабушка, мама и состры-близняшки. Увидев пожар, все члены семьи, кроме семилетней девочки, выбежали на улицу. Из-за сильного задымления в комнатах мать не могла найти своего ребенка. Первыми крики о помощи услышали соседи. У них общий двор и дома пристроены друг к другу. Любовь Петровна просила о помощи. Она выбежала на улицу одна. Ну, вышли. Я посмотрел, в квартире задымление. Поднял детей, поднял супругу. Супруг выбежал сюда, стал оказывать ей помощь. Забрала у нее ребенка, привела к нам в дом. После случившегося сотрудники МЧС отправились в очередной рейд по частному сектору. Дома находятся в исторической части города. Все они очень старые, поэтому причина возникновения пожара в них очень велика. Более 70% пожаров, по данным МЧС, приходится на жилой фонд. В основном дома низкой степени гнестойки, то есть деревянные строения, большая плотная скучность построек. Из-за этого, из-за обещала света фонда, из-за элементарных принадлежений пожарных безопасностей, перегрузки электросетей, пользования самодельных приборами, топка печей, перекал печи, происходит вот эти пожары. Этот дом по улице Веселый был построен почти 100 лет назад, в 1924 году. Тогда в нем и поселилась семья Александра Львовича. Сейчас мужчина в доме живет один, и другого жилья у него нет. Поэтому мужчина по мере возможности старается поддержать жилье в должном виде. Особое внимание он уделяет дровяной печи. Прежде чем сезон начинают, я все проверяю. Глины затираю раствором, все это. Сам разбираю, сам чищу. Видимых нарушений сотрудники МЧС в доме не нашли. Просили лишь заизолировать провода в электрическом счетчике и соблюдать все правила пожарной безопасности. Последнее предписание касается всех жителей нашего города.